В этом видео выпуске ручной насос высокого давления. Браво суд! Итак, этот насос поставляется именно в таком виде. Давайте откроем чехол, достанем его наружу и посмотрим, что у нас есть в комплекте. Помимо самого насоса мы обнаружим шланг, комплект насадок и переходников разного калибра. Шланг выполнен из гофрированного пластика и не боится загибов, а к насосу крепится с помощью резьбового фланца. Эта модель, впрочем, как и другие насосы Браво, укомплектована наконечниками для надувной мебели и различных аттракционов. Комплект переходников разного калибра позволит вам использовать этот насос с клапанами от любых производителей. Это удобно. Специально для использования старельчатыми клапанами, получившими наибольшее распространение, в комплекте насоса есть такой вот переходник. Это штоковый ручной насос и для нормальной его работы корпус необходимо хорошо зафиксировать ногами. Для прочности платформа насоса снабжена ребрами жесткости. А теперь конкретнее. Этот насос предназначен для накачивания надувных досок для серфа и сэндвич-конструкции из ПВХ. Например, это дно высокого давления надувных лодок. Он может создать такое высокое давление, это приблизительно 1 бар или 15 атмосфер, что под силу не всякому насосу. Читаем наклейку. Защита механизма от песка и усиленная прочная конструкция. Давайте проверим. На крышке насоса есть воздушный фильтр. Логично предположить, что песок туда не попадет. Сама крышка крепится к корпусу с помощью двух нержавеющих саморезов. Непростительно было бы туда не заглянуть. Конструкция проста. Поршень, уплотнительное кольцо из резины, смазка. И, конечно же, шток из алюминия. Это прочная. Консистентной смазки должно хватить надолго, но при необходимости ее нетрудно добавить. Давайте все же посмотрим, что там на самом деле за фильтр. Вот такой вот кусочек многослойного синтепона. Вероятно, этого достаточно. А теперь попробуем накачать этим насосом надувную лодку ПВХ. Расскажу вам, в чем соль. Этот насос реагирует только на резкие движения шток. Если качать спокойно и размеренно, то ничего не произойдет. Шток будет гулять в насосе безо всякого сопротивления. Именно так настроен клапан этого насоса. Вот такой вот суп. К чему его заказывать, решать вам.